Добрый день! У меня есть в вашей книге «Бумажный вариант», который я прочитал. Несколько экземпляров брошюр для себя и для друзей. Молодцы! Молодец! Заказ оставляем без изменений. Сейчас поймете, к чему я говорю. Перевожу вам на карту 3400 рублей. Прошу считать, добавить тысячу моим кладом в ваше большое дело. Вот я и пишу. Вы теперь соучастник большого дела. Откуда ваша тысяча прошла? Девочка-студентка очень скромная, с очень скромной стипендии и больше не 7. Маленькая подработка. Она мне 5 черных фирму сделала и я тысячу рублей заплатил. Вот. Ваша тысяча, в этот раз ваша. Вот теперь вы же видите, вы написали. Мой небольшой вклад. А вы теперь не просто небольшой. Вы теперь соучастник большого дела. Потому что от этих фирм все зависит. Когда-то по ним будут студента учить. Вот по этим будут учить. Вот по этим самым. Потому что ничего этого нет. Вот эта теория, она настолько дебильна сама по себе, не нужна бесполезная, что здесь переходит на вот это вот, о чем мы говорили, да. Вот будущее науки. Вот. Конкретные советы. Что студенты знают о биологической несовместимости? Они плевать и любят. Смотрим дальше. Итак, про три книги. Понятно. Брошюры для себя. Некоторые берут несколько штук для себя, друзей. Ну, меня удивляет. Это так мало. Это сколько можно было в Новый год накупить их по 50 рублей штука? И сколько можно было всех этих раздать вместо этих дурацких? Я же опять, я уже жалуюсь. Знаете, сколько они еще надарили? Вот. Причем пригодилась только одна вещь из всех этих подарков. И сказать неудобно. Дарят, смотрят в глаза. Ой, спасибо. А про шоу я бы продавал. Мои бы дарили бы. Вот. И деньги бы сэкономили. Или это бы польза была. Итак, вы соучастник. Если будет время, на следующем вебинаре, возможно, у вас получится осветить более подробно вопросы формирования крепких приземных деревьев. Устающих к высоким и коровым нагрузкам, о чем вы упоминали в вышедшей недавно книге. Вот. В скобках. АБС касается первые три года, которые высаживали в саду на острове. Да, было дело. У нас в Новосибирске тоже бывает сильный ветра, осень, а уровень снега часто приближается, превосходит объект к 1 метр. На основании ваших фильмов, книг, интервью, телемотор, а также видеоматериалов Юрия Алексеевича, я пытаюсь разработать игротехнику, максимально подходящую. Нашим климатическим условиям, все же Урал как раз имеет существенное отличие в климате. На самих вебинарах я не присутствую, всегда просматриваю записи на ютубе. Ну, уже хорошо. Смотрите сюда. Про метр снега ничего не спасет. Груши и абрикосы, помните, я все про то да потому. Вот. Кроме высоких, но пологих аллов. Ничего. Только это. Но очень высоких пологих. Не пожарить несколько саносвалов с землей. Вот. Иначе этот метр превратится в душегубку. Я же не говорю о том, что еще и углубляет все это. Вот так сделать. Так, дальше. Это что касается второго момента. Первый момент звучит так. Обрезка первые три года. Мой опыт на острове был связан с тем, что вначале я делал просто куплюровку. Она самая эффективная. Она эффективная улучшение куплюровки. Улучшение куплюровки это хоть какой-то там, вообще, получается замок. И уже держит. А когда просто накладываю два косы в среза, они сросли. Все нормально. Вырастали с самого высоких деревьев. За один год привиты в землю, у меня яблони. А я закладывал яблони в сад промышленный. Вырастали до двух метров. И сразу этой кроны. Почему? Ну, сразу понятно. Учеба, учеба. Я привал на двух-трехлетние сибирки и гранитки. Двух-трехлетние. Они их даже обгоняли. Мне приходилось две врачи обставлять. Но вот эти вот, которые было два-три года, они тут же, вот этот самый, генетика, не генетика, как хотите, просто одного года. Вот эта будущая ветка метровая, двухметровая. Ну, допустим, метровая. Еще год-два надо ждать урожая. А когда я беру вот такой толщины, ему два или три года, я его разрезаю, вставляю две черенка клином, заматываю. Каким чудом! Вот эта вот характеристика двух-трехлетней ветки полностью передается вот этой почке, которая на маленьком, тоником, надо этим просто. К осени. Хорошо, когда две идут. Тут вообще густой лес в ветках. На них, без привлечения, десятки и даже сотни плодовых почек или десятки капецов, как мы их называем, шпорцев. Короче, вот все, что дает яблоки, уже на следующем. Передо мной взрослая деревья, размером 2 метра, вот с такой вот кроной, 5-10 веток. Или когда два, или бывает это мёртвая, а одна нет, ещё, всё равно получается. Вот. И взрослый плодочащий дерево. И казалось, это когда, я ещё раз, когда я вставляю врачи. А вот те, которые тоже были великолепны и тоже были высоки. Первый же ветер мне сломал из полутора тысяч прививок, немного, я чуть не плакал, штук 50. Но они были самые, казалось бы, мощные, самые развесистые, вспомним сопротивление ветру, самые высокие, вспомним рычаг Архимеда. Вот, дайте мне рычаг, я переверну землю. У меня первый раз через санкции. То есть сломались вот так по прививку. И тогда я был вынужден уже восстанавливать эти деревья. Но второй год я их снова прививал. Они у меня, первая эта санкция, вырастали. Вот. Но уже без простой капулировки. А это она тоже в ходу. Вот. Улучшенные капулировки. Они были помощнее. Уже тут я 2-3 кола в мостик вбивал. И они падать перестали. Но вопрос оставался. У меня бывали уже кол на второй-третий год падает. И сажа не сможет упасть. Опять по прививку. Он растет мощно. Но ветер, бывает, побеждает. Он сильнее, чем то место, где крепится, привой подвозь скрепляется. И опять потеряем. Вот тут мне пришлось наступить на горло собственной песни. И вот после первого года, а у меня коля держит, я больше не терял по полсотни. Самых лучших я падаю, подчеркиваю. Вот я больше не терял. Но она весной 2-го года, в начале так называемого сокодвижения, я сразу чик полкроны. Не жалея. Корни никуда не денутся. Выкормят. Да еще как быстро. И у меня получали санкции. Вот такие вот. Но не успел я. Вот у меня так завалили письмами. Я помог показать несколько своих яблок, которые растут у меня сейчас. Это бог за какое-то поколение. На острове сожгли мне сад. Там бы я мог выходить от дерева к дереву, показывать. Это я считал, что на тот момент был лучше сад в Сибири. Не только по яблоню. У меня там росло 40 сортов груш. У меня там росли черные вишни. С тех пор до сих пор я не нашел больше черных вишн. Вы представляете, какая редкость. У меня росли шелковицы. У меня росли уже не только эти. На острове теплее было. Он же окружен водой, как называется. Не замерзающей. У меня же не только лещина, как сейчас. У меня фундуки росли. Вот что значит сильный ветер. Хочешь не хочешь, приходилось то, что я вам сейчас показываю. Обрезка саживаются первые три года. Но вас я учу, тех, кто живут, новички. Всех я никогда не брался учить. Только новичков. Значит, пересаживайте сразу пол крови. Бывает надо, учитывая, что корни дерьмовенькие, как правило. Надо две трети крови. Возможно, нужно вот такой пенечек оставить. Приживется, потом придет. И как раз пойдет кустом. И ломаться не будет. Но это все потом. Когда я учу, я говорю, ну хотя бы обрезать вы не умеете. Можно каждый год резать, калечивать. Я калечиваю. Но меня жизнь заставляет мне надо черенки резать. Вот, Сергею надо черенки резать. У вас я говорю, саженцы вы сами выращивать не можете. Хотите приземности. У вас ветра. Вы сказали, как вы написали здесь, что вы хотите разработать агротехнику. Вот азы этой агротехники. Просто подсказка. Когда отрезаешь верхнюю половину, нижняя половина, она становится как бы, утолщаются метки, утолщаются штампы. Она становится таким, знаете, крепышом таким. Как боровик рядом с этим, с какой-нибудь бледной погадкой. Крепышом таким становится. Вот все, что я хотел сказать. А как умею, так обещаю. Так что, Роман, обещал, выполнил.